Прохожие в недоумении. Вот уже вторую неделю на площади дружбы гуляют и развлекают маленьких и больших истринцев персонажей из различных сказок. Труто. Ну, по крайней мере, в этом году такого не было. Очень приятно, что в этом году лучше. С каждым годом все лучше. Это спасение для родителей. Отличный праздник. Мы очень довольны. Мы уже второй раз оказываемся на таком мероприятии здесь. И мои дети меня теперь тянут в Истру из нашей тихой деревни. А вы откуда? Мы из Ябедина. И хотелось бы очень поблагодарить организаторов, администрацию вообще за такое сказочное вообще место рядом с нами. Что нравится? Как играют, занимаются с детьми, организованность. Это замечательно. Подзнакомые всем новогодние песни, дети и их родители участвуют в конкурсах, танцуют, водят хороводы и получают подарки. Вам нравится праздник? Да! А что нравится? Что-то веселье-то! А кто из персонажей больше всех нравится? Дед Мороз! Подарки дает? Да! Да. Самый главный волшебник и его внучка Снегурочка тоже пришли на праздник. Истреров тоже помогает творить чудеса? Это ваше. Мы нашли. Спасибо большое. Несмотря на то, что Дедушка Мороз очень занятка на Новый Годом, он для каждого ребенка находит время и терпеливо выслушивает все пожелания. У меня нет телепасс. Тебе, Дедушка Мороз, когда придет на Новый Год, он тебе подарит, да? Да. Я хочу. Дедушка Мороз, ну столько пожеланий. Все запоминаете? Конечно. Угу. Все запоминаю. На Новый Год всем все подарю. Честно? Да. Ну проверим. Мы такие, мы все блюдем. Откуда же пришли к нам эти сказочные персонажи? Истра РФ приоткрывает завесу тайны. Оказывается, начиная с 17 декабря, каждый вечер на площади праздничную программу проводят поочередно сотрудники всех учреждений культуры муниципалитета. Например, в этот раз за масками дракона волосы и собаки скрываются сотрудники Лучинского КДК. Директор. Проместительство, да, дракон. Директор злой. Чтобы его не видели. А, вот еще. А, наша собачка. А, шарик очень приятный, а шарик. Не только праздник, но и вся инфраструктура дарит отличное настроение горожанам. Горка замечательная, очень все замечательно в этом городе, все так здорово. Прям вообще спасибо, кто все это делает. Нам очень интересно и весело гулять. Да, малыш? Конечно, мы не можем оставить без внимания и катки. Их в этом году на площади дружбы целым два. Это хороший каток, его хорошо залили. Есть теперь куда прийти вечером, сходить с губой, покупать, поболтать, погулять. Покататься. Да. Я еще в Катане занималась путем, каток хороший. Ну, хорошо что сделали в каток. Очень нам нравится. Да, Тел? Нравится тебе кататься? Да. Ты уже хорошо умеешь? Да. А кто тебя учит? Папа учил. Ага. А теперь мама, да? Да. Или мама так, ну, будь страховка? Да. Я хотел бы какие-то лавочки поставить, чтобы переодеваться. А то неудобно очень. Мне кажется, надо как-то около входа сделать. В рамках праздника от Лучинского КДК методисты по спорту провели мастер-класс по игре в хоккей. По недавно залитому льду шайба скользит, как по маслу. Представитель двух клубов. ХК Котова и ХК Плана. Это все одного округа, то есть две хоккейные команды. Вот мы с ними типа мастер-класс проводим. С удовольствием катаемся. Главное азарт такой. Сначала такие скромненькие были. А потом до первого касания шайбы и все пошло. Мало этому, скажем так, выделяется в неревьем хоккей. Хотя он самый массовый для нашего климата, нормальный. И вот ребята с удовольствием играют. Так вот, пропаганда хоккея, здорового образа жизни. Первые коньки появились еще 3000 лет назад. Они мало чем напоминали современные и были похожи скорее на лыжи. Были сделаны из кости, остро наточенной. Ну а появлением коньков в России мы обязаны Петру Первому. Именно он во время своей поездки в Голландию взял эту идею и принес ее в нашу страну. А теперь вопрос к коренным истринцам. Какой каток был первым установлен в городе Истра? Пишите в комментариях. Ну а рассказали о преображении площади дружбы Юлия Андреева, Антон Гвизаров, Истра РФ.